Три поклона давайте положим. Боже слава. Хвала тебе. Честь, поклонение, слава, благодарение. Дела наши устроят по воле Твоей Святой. Мы доверяемся Твоей прищистой, пронзенной двойной. Положи на сердце добрые слова. Да прославится имя Твоей Святой в жизни нашей. Аллилуйя. Аминь. Можно надеть головной убор. Я попросил собраться по отроку, по этому. Обсудить немного. Мы беседовали вчера с Серафимой Гавриловой. Ей уже 90 лет будет в этом году. И она ему много сказала хорошего. Что как есть. Одна из ее просьб была прогони его от себя. Прогони. Ты набрал кого попало. Они не работать не хотят. Разгони их. Это Прокол был у Яна Златоуста. Секретарь. И там пришли спорить, что-то в начале идет. А он говорит, Владыка, возьми жезл. Ты допрогони ты их все. Вот это слова. Это, конечно, слова неположительные. Я хотел сначала выслушать тебя. Какие твои планы. На сегодняшний день. Сегодня у нас 24 июля 2016 года. Воскресенье. Вот. Ты приехал по Теряевку. Сколько ты времени находишься уже здесь? Три месяца. Что ты взял за три месяца? Какая тебе польза от того, что ты приехал? Выскажи все. Что недостатки. В чем проиграл. В чем ошибся. Все выложи. В глаза. Не по за глаза. Ну, я навык, навык труду, навык распорядку, вот этому более правильному. Рано подняться и трудиться. Ну, немного навык молитве, хотя вот, ну, не совсем, что я хотел, конечно. Потому что все-таки, если любишь молитву, навыкаешь к ней, а она через молитву все дается от Бога. А я пока что, у меня, ну, вот этот канал нерабочий, не совсем рабочий, так скажем. В молитве, ну, связь с Богом. Ну, вот. Плохого вообще ничего не могу сказать. Ну, то, что вот, да, вот, когда меня, ну, так обличаете, вот из меня лезет вот это вот. Я понимаю, но я не могу ничего с этим сделать, оно лезет. Вот. И я порой в такое прям полезет, что мне аж страшно становится, думаю, Игнать Тихонович, ну, я, как я вас назвал, Друг Божий, я так и считаю. И если я еще его там начну на него вот бочку катить, ну, в злобе своей, в неистости сатанинской, то меня Господь так накажет, что мало не покажется, и мне страшно. А так все остается такое, все прям положительное, и одно добро. Ну, как еще сказать, Аня, ну, если так, в общих словах, в двух словах, если я хочу сказать. Ну, вот сейчас ты говорил и подхохотнул, гиги, заметил, подхохотнул, а это что означает? Подхохотнул? Говорил о себе, как будто бы говорил, правильный, в то же время говоришь, и ха-ха-ха. Ну, может, вот это, вот, как вы говорите, она вчера говорила, вот, и Серафима-то, Гавриловна, что Тевкея Бес, говорит, сильный какой-то там, может, это вот это проявляется. Я не могу сказать, Игнать Тихонович. У меня еще не было... Тривычка, может, нехорошая такая вот. Или что, ну, я не в том плане, что я не злорадствую, ничего, я не ехидничаю, как, нет. Люди, которые у меня были знакомые здесь, и вот так у них было, так, и, подхохотнул, ни одного нету, все страшным поражением были поражены в дальнейшем. И она сказала абсолютно правильно. Я, говорит, тебе говорю о молитве, о спасении души, он стоит, и любится, стоит. Ты должен был заливать со слезами, плакать. И вот здесь о том, говоришь сам, и сам на свои слова подхохотываешь. Это как бы, чтобы никто не засмеялся над тобой, я заранее, я объясняю, что это, смысл какой в этом. Ну, я, видишь, я и сам-то несерьезно это все воспринимаю, и мне самому смешно хихи, и просто подхохотывает. Был человек такой, где крайне угловой вот здесь жил, безобразник, пошел на самые тяжкие преступления потом. Стал открыто нарушать седьмую заповедь. Седьмую заповедь, знаешь? Не знаю, да? Ну, по счету я не помню какая она. Не укради. Не воруй. Не прелюбодейся. Не прелюбодейся. Седьмая заповедь. Вот так. Я тебе никаких условий-то ведь не ставлю, кроме одного, что постарайся душу спасти. Без этого-то все остальное смысла не имеет. А зачем оно, если я не спасусь? Ну, допустим, я достигну всего. Всего. Я буду в десять раз важнее Путина. Еще сколько ни путайся, помирать надо. Наполеон какую власть имел? Да, в Абасне сегодня не имели. А Гильдар какую власть имел? Ни один правитель за 30-ти лет не имел такой силы и власти. Перед ним все склонилось. Вся Европа. Считанные дни. Франция потребовала 2-2 недели, чтобы она полностью легла у его ног. Объявила одновременно войну Англии, России, Советскому Союзу, значит, и Америки. Это надо думать. Как? Ну, он тронул еврейский народ. Вот здесь его главный был проигрыш. Главный. Дошел до Москвы. А пошел в июне уже, в конце июня. В июле, август, сентябрь. Это, понимаешь, нет. Он стал преследовать христиан. К тому же никак. Ну, дело вот и в чем. Спасение души. Где эти люди? А когда говорят и пишут их биографию, об этом вообще не говорят. Да как будто никакого ада нет, ничего нет. Вот такой-то, такой-то, олимпийский чего. Он чемпион, прыгал на длинной дистанции в Мельбурне, завоевал на 5-10 тысяч километров. Владимир Куц. Правильно, да, здорово бегал, прыгал. Ну и что? Валерий Брумель прыгал. Спился это? Спился и умер. 48, кажется, лет. Олимпийский чемпион. А который такой, Вася Васильев Ласов, он там поднимал какие тяжести, что? Позвоночник лопнул. Не может надеть на себя свитер. И дальше все они... Кому это надо? Ему дали медаль. Да нам медаль только, она не золотая, даже ее продать никому не надо. Так просто, натертая железяшка. А те газеты старые не будешь ты каждому показывать. Ты лежишь на постели парализованной. Ни другой. А о душе вообще речи нет. Где Хрущев? Большую власть имел человек? Где Брежнев? Где Сталин, Ленин? Где? Вот поэтому нужно стремиться к тому, что свято, чисто, пренебесное озвучание имеет. Тебя это все связано с неустройством. У тебя где квартира твоя? Моя? Твоя? Нет квартиры. У меня нет квартиры. Это у Николая Рубцова такой поэт был. В этой деревне огни не погашены поэт. Ты его слышал? У меня вообще ничего нет. Ты знаешь, в этой деревне огни не погашены. Зайди на наш сайт и там просчитаешь интервью Шубина. Со мной и прослушаешь. Ивана Реброва еще не слушали? Нет. Послушайте. Никита может это дать на сайте. Нет. У того тоже ничего не было. Ни жилья, никакого, ничего, нигде нет. Богу разве это угодно? Угодно. Это Богу как раз и угодно. Сын человеческий не имеет, где главу преклонить. Не имеет. Но не имеет, если бы ты полностью был отдан для Бога. Но этого-то нет. И а дальше почему нет? Ну, тебе 30 с чем-то? Ну да. Ну да. И Николай говорит, не двора. Поговорка такая. Тебе, конечно, хотелось бы иметь, приехать тут своя постелька, свой уголок. У тебя есть где остановиться дома? Есть. Понимаешь как? Вот рядом. Володя, он тоже как бы нет. Я ему все имущество подписал. Я как-то один раз, если так вот взять, с нуля фундамент, заливать дом, я ни одного дома не строил. Просто мне Бог дает и все. Вот сейчас я его помещаю на Саман. Это мой домик. Мой. И рядом, который здесь угловой, это тоже мой. Получается так, что приезжает и никто не берет. И я беру, у меня денег нет. И нужно брать. И мне в этот перемене приезжает человек и дает деньги, возьми. Я говорю, так ты знаешь, куда мне нужно? Хоть куда и срать, я тебе доверяю. И вот где живу сейчас, это тоже домик. И который напротив, нынче я обои мог приобрести. А то почему? А я не для себя. Я в залог беру у Бога. Я на эти два домика, когда узнал, могут продать, сразу выслал денег. В один день мне прислали деньги, я их сюда выслал. Но получилось, что Иосифа выгоняют, я у него перекупил. Для нуждающегося. Ты знаешь эту историю. Это Бог делает. И в Барнауле, где я живу, два домика. А один у меня на Никитинской был, который там сожгли. И прописано, где жена, на второй строительной. Это посчитай, сколько. А я ничего не строил. Не гонялся, ничего. Приходят, ну возьми, ну возьми, возьми. Возьми. Вот это, которое на Никитина было. Попросили у меня для бабушек купить, близко кала храма. Тогда был один храм, я купил. А когда везде храмы построили, перестали переезжать. Я его сразу переписал дома одному человеку. У него дети и прочее. А человек сделался вот не другом, а врагом. Меня это не касается. Да как так? Он ушел из общины, он такой на вас говорит. Все знаю. Это его слова. А это мои слова. Я добился того, когда домик этот стали продавать вам, а идет Василиса. С чего я больше всего не хочу в потерябке, чтобы девчонка одна ходила. По грибы послать ее нельзя, опасно. А со скотины на край света идет одна. Она еще более привлекательная. И эта беда огромная. Я уже не раз говорил, а парень дома сидит. Парень дома сидит. Телевизор смотрит. Я уже говорил, криком кричал. Не делайте этого. Это опасно, крайне опасно. Не слышат. Так, тебе нужно где-то, если ты думаешь... Ты как думаешь, там зимой где быть? До 10-го? Я хочу на... Ну, вот молитвенный опыт ваш перенять. Хоть как, хоть что-нибудь. Понимаешь, нет? Вот мы когда работали, мы внутри себя работаем. Молимся. А когда есть возможность, то сейчас мы были в полу раз с Аташи и помолились. Когда мы здесь вот... Ну, в прошлом году, кажется, мы вместе... Нет, Сергей был, Сергей Пупков. Мы только поработали часа полтора, все. Вышли на молитву, в тенечек стали, помолились. Три святое, сто поклонов. Надежда Васильевна приспособилась к нам рядом. Когда мы работали на пруду, мы этого делать не могли. Там камар заедать, там молиться невозможно. Никак. Я вам сказал, самый неуязвимый батюшка. На нем такая попона. Ни один шершень у него не прокосит. Так, где ты думаешь быть с 10 октября? Ну, вы же при этом... А, ну я хотел за вещами... Ну, вы предложили же к вам. Я за вещами хотел съездить за зимними. Куда к нам? Ну, на Барнаул-то, в Барнаул. На Барнаул. И что за счет предложили? Я говорю, это возможность такая. А где жить у кого? Ну, вы же... Говорите, у меня у тебя там шконка есть, там все такое. Но уже, я тебя узнал, уже не приму. Не приму. Вариант есть у Сережи. Почему, Игнать Игорь? Не приму. Ты настолько ненадежен, что... Вы мне не доверяете, да? Абсолютно нет. Не доверяю. Не доверяю дом, квартиру на тебя одного ставить никак. Никак. То есть, как чужой человек. Но здесь я под контролем все это держу. Ты ушел сюда, вернулся. Даже здесь и то. Утром прихожу с ними беседую, и тебя опять нет. А почему? Тебя не разбудили. Да кто ж тебя будет будить-то? Семь часов подъем же в воскресенье. Ты можешь лезть раньше в 9-8, но вставать в 4-40. Это твое дело. Ты скажи, я отработал, могу вечером было раньше лезть? А ты еще можешь. Вон она что-то обгоняет их все. Бегает. Одна девчонка. Одна. Представь, такая маленькая девчонка, прекрасная видом. И она одна со скотиной возится. Одна. В степи. Ну что, нормально это? Любой, который здесь подъезжает на фонях, что угодно могут сделать. А его нету. Я уже ходил, говорил, как опасно. Не слышат. Я и батюшке говорил, и родителям приезжал, говорил. Значит, если в Барнауле остаешься, только у Сергея Пупкова, как я вижу, больше ничего не вижу. У меня жить не можешь. Ну тогда, тогда мне смысла нету. Ну вот твое дело. Я тебе заранее скажу. Зачем мне у Сергея Пупкова? Мне неинтересно у тебя. Тем более мне, когда ко мне доверие, мне не интересно. Интересно с теми людьми дело иметь. Но Сергей, может быть, имеет доверие. Понимаете, Игнатьев? Нет, я говорю про вас сейчас. Я не имею доверие вместе жить. Ну все тогда. Вместе жить не никак. Зачем? Я буду сдалека жить. Буду питаться вашими вот этими словами. Канал есть, все там, если что. Все, мне зачем это все? Дальше, где ты будешь жить? В Омске? Пока в Омске. У меня родители пожилые, надо им помогать. Все, вот так. Значит, едешь в Омск с 10 октября. Мы уезжаем, а ты уезжаешь туда, в ту сторону. Зачем мне вот это на душе будет тоже? Мне не доверяют. Мне тоже это будет. А в ответ будет такое же, понимаете? Как ни крути. Вот вам бы, если не доверяли, вы бы тоже так же скорее всего. Я бы узнал, почему не доверяют. Ну вот почему. Мне наоборот, везде передоверяют. А я говорю, этого делать нельзя доверять. Я тебе сказал, видишь? Мне это не нравится. Ты не ищешь причину, почему не доверяют. А мне не доверяют. А почему должен тебе доверять? Когда ты противоречишь. Когда делаешь неправильно. Потому что не слышишь. Тут надо домкрат будет потом поднять вон тот угол и выровнять ее. Вот эту вот избушку. Она стоит не совсем хорошо. Все другое. Все твое поведение, отношение к жизни показало, жить с тобой в данной ситуации нельзя. Даже самое малое какое поступление. А что я должен бегать? Сказали бы я, а что я должен бегать? Но даже сейчас вот сказал. Сделай комара, убей ты. А зачем его стихнул? То есть, вариант самый ты берешь такой, который даже объяснить нельзя. Зачем? Зачем он полетел дальше, второго куса этой? А я его почему? Потому что я сказал. Ты мне не доверяешь. Так ты не доверяешь. Мое недоверие из твоих слов, поступков, хихиканий. Не на пустом месте. А Владимир Юрьевич, если бы захотел, слов нету, сразу запустил бы, как брата родного и близкого. Ты не крещеный даже. Тебя даже до крещения не допустили. Даже никакого намека не было, что тебя крестить. Ты абсолютно не готов. Тебе до крещения минимум еще, ну, года два-три надо тянуть, чтобы начать жить. Вот какое дело. А ты поставь задачу. А не так там, в гонор. Меня не доверяете? Ну, и я так же. Ну, что тогда? То есть, у тебя нет задачи. Вот она меня отвергла, девушка. Я к ней сматываюсь. Отвергал. Ну и что? Я должен узнать, почему отвергла. И теперь я сделаю так, чтобы она увидела. Ей в жизни больше не встретить такого человека, надежного, как я. Я должен это, не думая об этом, показать. Она должна увидеть это. Я не буду ей дорогу пересекать нигде, но она будет слышать и видеть. В центре ее внимания я окажусь в самое короткое время. И она будет очень жалеть, что отвергла меня. Она будет искать там из нового знакомства. Они так, она меня отвергла, ну и я ее отвергаю кислоты и плеснул в глаза. Что это за такое? Безумие. Вот они у меня отвергли лагерь. Ну, полиция, то другое. На меня это никак не подействовало. Это побудило меня искать высшее этого. Я сказал, тут у нас все освоено, это мы все знаем. У нас тут налажено, дети слушаются, колокол бьет. Высший Господь поднимает. Он отнимает это. Переливает вино из сосуда в сосуд. Переливает. Куда она их погнала, неизвестно. Надо посмотреть, куда. Куда нельзя огнать. Куда полк погнала. Куда нельзя огнать. Тогда я поеду, узнаю, куда она погнала. И ты пробегись к этому, прямо вот там, где купаются. Может быть, надо отогнать. Так, все пока. Господи, благослови и помилуй. Тебе Божья слава. Тебе хвала, счастье, поклонение. Тебе Сыны Святой и Дух. Аминь. Я побежал. Меня это уже беспокоит. Куда она погнала. А то на оглушение. Тебе ракет. З directions. Тебе ракет. Тебе ракет. Второй Butler. Тебе ракет. Тебе претенцов. Кто-то где говорю.